Привет, друзья! Рассказывают, что давным-давно жил человек, который считал себя еретиком. Ну, это тот, который любит рассердить Бога. И, в общем-то, все, что он делал, он делал именно для этой цели – рассердить Бога. И вот однажды он прослышал, что в каком-то местечке живет человек, по сравнению с которым он, как говорится, праведник. Ну, естественно, надо поехать поделиться опытом, ведь можно узнать что-то новое о том, как сердить Бога. Он разузнал, где живет этот человек, поехал к нему, приезжает в его местечко, ну и предполагает найти у него дома, естественно, кучу всяких странных вещей. Отправляется к нему домой и вместо этого обнаруживает там очень достойную жену, прекрасные детишки. И на вопрос, где же находится ее муж, предполагая услышать, что, наверное, в каком-нибудь кабаке или еще где похуже, узнает, что муж в Бэтмидрше, в Яшиве. Угу, наверное, там он исполняет, подумал наш еретик и отправился туда. И вот он приходит туда в ожидании увидеть там чего-то такого экстраординарного и вместо этого обнаруживает весьма достойного человека, который сидит и увлеченно изучает Талмуд. Он присоединяется к нему, они знакомятся и, значит, этот человек приглашает нашего еретика к себе в гости на шаббат. Ну, думает еретик, видимо, там все самое интересное и произойдет. Он отправляется в гости на шаббат к этому господину и ничего не происходит. Все очень достойно. Кедуш, прекрасная еда, достойные речи, песни, ну, в общем, чин-чинарем. Проходит еще какое-то время, и, в общем-то, наш еретик догадывается, что, видимо, его провели. И пришлось ему несчастному, вместо того, чтобы гневить Бога, провести целый шаббат весьма такой достойной обстановки. Когда выходит суббота, он ждет, что, может быть, хозяин дома, может, он хотя бы овдалу не сделает, но, к величайшему сожалению нашего еретика, хозяин дома делает овдалу, и на этом у него заканчивается терпение. И он начинает кричать в отчаянии, я не понимаю! Хозяин дома спрашивает его, чего ты не понимаешь? Я не понимаю, как ты его сердишь! Кого? Спрашивает хозяин дома. Ну, как кого? Бога! А кто это? Спрашивает хозяин дома. Еще раз всем привет! Меня зовут Алон Нембрицкий, и я не просто так рассказал этот старый еврейский анекдот. На самом деле, учитывая то, что мы с вами будем говорить о Рабимуше бен Маймон, это великий Рамбам, говорить о Рамбаме, это говорить о Боге, потому что для Рамбама главное это Бог. И поэтому вопрос, кто это, конечно же, будет сопровождать нас все время, пока мы будем изучать все разные вопросы, связанные с Рамбамом. Нет много информации о том, кто это был, но давайте начнем с того, что после того, как он умер, появился известный афоризм от Моисея до Моисея, не было подобного Моисею. Но многие забывают, что еще при жизни его последователи называли его не больше, не меньше, чем Моше до Рейну, ребята. Моше до Рейну — это Моисей нашего поколения, ребята, это при жизни, это совсем непросто. Что же нужно было сделать такого, чтобы заслужить такой подсчет и уважение от своих последователей? Ну, давайте начнем немножечко с того, начнем его биографию с того, где он родился. Он родился около 1135 или 138 года в городе Кордово в Испании. Где-то в возрасте 10-11 лет его семья была вынуждена эмигрировать, потому что Кордово было завоевано армиями берберов, Аль-Мо-Вахадум. На протяжении около 10 лет его семья проживает в Марокко, в Фесе, где Маймонид, судя по всему, заканчивает университет Аль-Коруан, или, по крайней мере, так утверждает сам университет, Рамбам числится среди его выпускников. Это на минуточку 12 век. Какое-то время семья проживает в земле Израиля, совсем немного, около полугода, в городе Акко, и в конечном итоге находит свое постоянное место пребывания в городе Фостат, недалеко от Каира. Там Рамбам становится Раис Аль-Ягуд, это глава всех евреев Каира. В общем-то, самый плодотворный период его деятельности, его жизни был где-то до 35-37 лет. В то время он создает свои самые великие книги, о которых мы с вами будем говорить позже. Дальше, после смерти его брата, Раби Давида, у Рамбама был брат и, видимо, было две сестры, он в основном занят тем, что работает для того, чтобы содержать свою семью и семью своего брата. В общем-то, где-то с этого возраста и до конца своей жизни он практически не создал ничего настолько великого, что было создано до этого. Но в историю, конечно же, он вошел как один из величайших раввинов. В чем его величие? Как Рамбам видел Бога? Как он видел Тору? Это уникальнейший подход. Совершенно ни на что не похоже из того, что известно сегодня. И об этом вы узнаете, когда вы посмотрите следующий наш клип. И я буду ждать вас. Я думаю, что будет очень интересно. Приходите, не пожалеете. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова